Если вам нравится химия, но вы хотите лучше в неё вникнуть, у вас есть несколько вариантов. Первый. Учить самому, но кто вас проверит. Второй. Учить с друзьями, но кто проверит ваших друзей. Третье. Учить с учителем, но у учителей не всегда есть на вас время после уроков. Четвёртое. Учить по видеороликам. Подписывайтесь на канал. Пятое. Участвовать в олимпиадах, но, к сожалению, там задачи закрытого типа, то есть только один ответ может быть. А в жизни такое встречается нечасто. Шестое. Участвовать в межрегиональном химическом турнире. Какие плюсы у этой штуки? Первое. Задача открытого типа. Второе. Вы учитесь работать в команде. Третье. Вы учитесь красиво и внятно представлять свои результаты аудитории. Четвёртое. Вы больше вникаете в химию. Минусы тоже есть. В этом году только 10 регионов могут подать заявку на участие. Да не то, что в этом году, в этом месяце, в ноябре. Потому что остальные уже сыграли. И ещё один минус в том, что участвовать могут только школьники. Но мне понравилось участвовать в жюри. Узнал много нового и понял, что нужно учить химию. Какие выводы я сделал? Школьники золото. Химия ещё больше, космос, чем я думал. Участвуйте в МХТ. Удачи!